СМИ Турции «Русские построят АЭС в срок» Логотип СМИ Турции «Русские построят АЭС в срок» И на СМИ «Россия» Обзор публикации России 31 марта 6 апреля Flickr.com Кармен Алонзо Сэр Россия завершила эвакуацию своих граждан из имена, находящегося под бомбардировками сил коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией, сообщила Star 4.04 Отмечается Что, кроме россиян, среди эвакуированных граждан были уроженцы Белоруссии, Польши, Украины, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана Позднее это же издание Star 5.04 Проинформировало о том, что Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции о прекращении авиаударов по имену с целью эвакуации людей и доставки гуманитарной помощи Как отметило издание, едва ли можно ожидать быстрого принятия решения по этому вопросу, поскольку возглавляемая Саудовская Аравия коалиция опасается того, что гуманитарная помощь может попасть не в те руки Согласно Ватан 5.04 Россия переходит к активным действиям ради своего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке, Ирана В этой связи Москва, предлагающая остановить авиаудары по имену, требует немедленного прекращения операции арабских стран против хусидских повстанцев, поддерживаемых Ираном СМИ анонсировали начало второй конференции по Сирии в Москве, на которой состоится вторая встреча представителей сирийского режима и оппозиции, назвав предстоящие переговоры критически важными Харриет 6.04 Хабачук 5.04 Издания продолжили комментировать ситуацию вокруг украинского кризиса Как сообщила Харриет 4.04 Несмотря на перемирие, достигнутое 12 февраля, столкновения между сепаратистами на Востоке Украины и силами киевского правительства продолжаются В нарушении перемирия стороны обвиняют друг друга Сеймана Олюхаба 1.04 Информировала о решении России продлить действие условия зимнего пакета для Украины еще на три месяца Что, как подчеркнуло издание, повышает безопасность транзита газовых поставок через территорию Украины, в частности, в Турцию Харриет 3.04 Что Россия активно поддерживает намерение неофициальной турецкой делегации посетить Крым, но въезд на полуостров не должен быть осуществлен с территории Украины Ваттон 4.04 В заявлении также подчеркивалось, если обращение адресовано к РФ с просьбой оказаться действия в посещении Крыма, нужно пользоваться нормальным маршрутом Отмечалось, что и этот вопрос был обсужден в ходе телефонных переговоров турецкого и российского лидеров При этом ожидается, что делегация, в которую войдут отставные послы, представители НКНО и бизнесмены, проанализируют все происходящее в Крыму и подготовят отчет об условиях жизни населения полуострова СМИ продолжили посчитывать убытки, которые экспортеры и представители туристического сектора Турции терпят на российском рынке В числе причин вновь назывались экономические проблемы в России по причине падения курса рубля и резкого снижения цен на нефть Согласно Яниезия 4.04 И Дания 6.04 Турецкие производители готовых текстильных изделий, экспорт которых сократился почти на 50%, считают необходимым создать особые стимулы При этом в качестве эффективной дорожной карты экспортеры текстиля предлагают заключить преференциальное торговое соглашение между двумя странами Первые три месяца года экспорт свежих овощей и фруктов Турции в Россию сократился на 14%, сообщила Дания 5.04 Отмечалось, что экономические потери возникают, в том числе, из-за того, что турецкие экспортеры осуществляют продажи в рублях и в кредит В этом году ожидается драматичное падение численности россиян, посещающих Турцию, резюмировала 4.04 Ожидается, что количество туристов из России снизится на 2 миллиона человек, таким образом, потери составят не менее 5 миллиардов долларов Россияне откладывают планы, связанные с отдыхом за границей, приходят к выводу 6.04 И дело не только в экономических проблемах из-за санкций и падения цен на нефть Россия развивает внутренний туризм и активно поддерживает крымские курорты Если ранее за границу выезжали 17-18 миллионов россиян в год, то в 2015 году эта цифра сократится до 11 миллионов Потери для Турции составят не менее 25% В центре внимания 6.04 Угроза для челночной торговли со стороны России Отмечается, что спад экономической активности в России может негативно сказаться не только на российско-турецком челночном бизнесе, но и на торговле Турции с другими странами СНГ Зиман, 31.03, освещает итоги состоявшегося в Москве российско-турецкого экономического форума Его участники выразили необходимость устранить ряд торговых барьеров и проблемы на пути к достижению цели Увеличить товарооборот между Россией и Турцией до 100 миллиардов долларов Сообщается, что одним из барьеров является низкая квота на въезд турецких грузовых автомобилей в Россию Кроме того, для того чтобы товарооборот пошел в гору, необходимо увеличение числа таких двусторонних проектов, как турецкий поток, государственная поддержка туризма, использование национальных валют во взаимных расчетах СМИ продолжили обсуждение рисков возможной задержки строительства АЭС Сакую по причине экономической ситуации в России В частности, Данья 4.04, привела заявление министра энергетики и природных ресурсов Турции Таньяра Елдыза о том, что турецкое энергетическое ведомство не располагает какими-либо официальными сведениями о том, что проект не будет реализован в срок Эта же мысль прозвучала в интервью министра Елдыза телеканалу ТРТ Хаба 2.04 Также было отмечено, что в рамках российско-турецкого соглашения по этому проекту любая задержка будет компенсирована Россией Об отсутствии каких-либо проблем с выполнением заявленного графика строительства станции говорилось и в интервью генерального директора АОС Сакую Фуада Ахундова Фуада Ахундов Газете 6.04 Кроме того, Ахундов ответил на критику, озвучиваемую в отношении того, что АЭС будет построена по российской технологии Это турецкий проект АОС Сакую, турецкая компания Это средства, которые будут привлечены в Турцию Мы вкладываем средства в Турцию Мы обучаем турецких специалистов Эти инвестиции для Турции Да, технология российская К примеру, телефон в руках у каждого из нас Это корейская технология, но все пользуются Если это хорошая технология, пусть она будет американской, российской, не имеет значения, откуда она Холодная война перекинулась на футбол К такому выводу приходят Haberchuk.com 3.04 Сообщая об обращении американских сенаторов в FIFA с требованием лишить России права проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году Star 3.04 Сообщает об отклонении FIFA запроса сенаторов, приводя заявление Федерации о том, что бойкотирование спортивных мероприятий или политическая изоляция – не самый эффективный путь решения проблем При этом проведение чемпионата в России будет способствовать установлению диалога между народами и правительствами Телеканал Для последователей православной веры Такой вывод делает Яниезия Вакцину, разработанную российскими специалистами против вируса Эбола, в ближайшие месяцы начнут испытывать на людях, сообщает 3.04 Как отмечает издание, помимо России, работы над созданием такой вакцины ведут США, Великобритания, Канада, Япония При этом на сегодняшний день еще не удалось разработать вакцину, обеспечивающую эффективную защиту от заражения этим вирусом Опубликовано 6 апреля 2015 года 17.44